МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Судили за превышение должностных полномочий. Встретимся на работе. Я не буду все спасать. Чем завершилось уголовное дело Слободюга? Работают без разрешения. Можно вас спросить, вы легально занимаетесь в такси? Кто несет ответственность за пассажиров такси? Поможем Алёше. Каждый день на фарантральное питание. Ведется сбор средств мальчику с синдромом короткой кишки. Первый в этом году сход граждан. Обязательно надо, обязательно. Тут же сумасшедшее лето. Что больше всего волнует жители села Афанасова? Репрезентация разума. Именно дети первые смогли раскрыть всю идею. На выставке Кристиана Апостола от посетителей нет отбоя. В эфире Нижнекамские новости. В студии Вера Вирца. Здравствуйте. Суд вынес приговор Константину Слободюку, бывшему начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Судебное заседание переносили 4 раза. Напомним, его обвинили по двум статьям Уголовного кодекса. Мошенничество и превышение должностных полномочий. Ему грозило 4,5 года лишения свободы. Чем в итоге закончился процесс в сюжете Светланы Шумковой. Суд вынес приговор в отношении Константина Слободюка. Это бывший начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. К слову, этот приговор переносили аж 4 раза. И даже сегодня оглашение было назначено на 10 утра. Однако всем участникам процесса пришлось ждать несколько часов до начала. Спустя 3 часа ожидания судья начал зачитывать приговор. В деле несколько эпизодов, поэтому процедура затянулась примерно на 2 часа. Суд приговорил. К слову, Константину Петровичу признать винову. В совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ и назначить ему наказание в виде штрафа дохода государства 50 тысяч рублей. По другим статьям мужчину оправдали. Константина Слободюка обвиняли в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По мнению следствия, он незаконно начислял себе дополнительные зарплаты и премии. За несколько лет накопилось почти полтора миллиона рублей. Изначально подсудимому грозило 4,5 года лишения свободы. Константин Слободюк не ожидал, что дело обернется в его пользу. Мужчина очень обрадовался, что не получил реальный срок. Он продолжит работать в сфере МЧС, который является делом всей его жизни. Встретимся на работе. Я не буду спасать их. Приговор в законную силу пока еще не вступил. Также у Константина Слободюка есть 10 дней, чтобы обжаловать его. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Новости НТР. Целый список нарушений нашла прокуратура в работе фирмы, которая отлавливает собак в Нижнекамске. Например, в приюте нет индивидуальных мисок и поилок. В карантинном помещении отсутствует отопление. Кроме того, в бригаде нет ветеринара. А в машине, в которой перевозят собак, нет запаса питьевой воды и медикаментов. Прокуратура потребовала от директора фирмы незамедлительно устранить все нарушения и наказать виновных сотрудников. Кроме того, в отношении руководителя приюта возбуждено административное дело. Бизнес, к которому до сих пор есть масса претензий и вопросов. Речь идет о рынке такси. Около 40% из общего количества занимаются перевозкой пассажиров без соответствующих разрешений. Кто регулирует эту сферу и несет ответственность за клиентов, узнавала Вера Муратова. Здрасте. Здрасте. Можно вас спросить, вы легально занимаете такси? Нет. А почему? Вопрос оказался неудобным. Диалог первый собеседник решил прерывать, захлопнув дверь. Нелегальных перевозчиков в Нижнекамске можно встретить почти везде. Город они между собой разделили на части. Лаковые места у трампунта, крупных торговых центров и рынков. Поездка стоит по местным меркам недешево. 120, а почему так дорого? Город бензин дорожает. А вы цену сами определяете? Как камели или что, вот они поднимаются. Они 150, камели есть. А вы где-нибудь состоите в этих агрегаторах? Нелегально, значит, работаете, да? По сути, пассажирам нет большой разницы, в какой такси садиться. Недобросовестные перевозчики встречаются и среди водителей, получивших лицензии. А вас не интересует то, что легально они занимаются, нелегально? Вам без разницы? Лишь бы доехать. Пассажиры должны задумываться о том, прежде чем садиться в такси, легально ли они перевозят или нет? Конечно. В последнее время нарушения в этой сфере выявляют часто. На прошлой неделе в ходе операции такси были проверены более ста водителей. Выяснилось, что двое из них перевозили пассажиров в состоянии опьянения. У шести автомобилей выявлено нарушение по технической части. А еще у шести обнаружили проблемы с документами. А вот деятельность этих таксистов, которые перевозят пассажиров по маршрутам межгорода, вообще вне закона. Но, как говорится, пока есть спрос, будет и предложение. Большинство людей вообще не интересуются, занимаются они этим законно или нет. Таксисты это понимают. С любопытными пассажирами у них разговор короткий. А у вас это все легально? Конечно же, на нас же легально. Документы у вас есть на перевозку? Я вам не знаю. Разрешение? Разрешение на перевозку пассажиров у вас есть? А у вас это интересно? Мне интересно. Нету. Если вам это интересно, мы не будем отвечать на эти вопросы. Можете ли в вокзал покупать, где есть? По оценкам специалистов, в городе около ста таксистов. И только 600 водителей получили на эту деятельность лицензии. Хотя для легализации бизнеса, по словам специалистов, все условия созданы. Оформление машины и разрешение он может получить в течение недели. Для этого не нужно никаких больших вложений. Достаточно открыть ИП и иметь автомашину, соответствующую требованиям, предъявляемым на таксомоторную деятельность. Если говорить об агрегаторах, то их точное количество неизвестно. Наибольшим спросом пользуются только две компании. Но они выступают скорее в роли посредника. Там вся ответственность, как ни крути, ложится на плечи водителя. Но так быть не должно, считают в муниципалитете. Мы сейчас ждем изменения федерального законодательства, когда за непосредственно агрегаторами такси такая же будет ответственность, как и за непосредственно таксистами, которые непосредственно оказывают услугу населению. Что касается цены, то регулирует ее сам рынок. Свои тарифы вправе устанавливать как агрегаторы, так и те, кто работает на себя. Согласно мониторингу, стоимость проезда в городе не превышает средних цен по республике. Если среди агрегаторов будет замечен сговор для завышения таксы, то об этом сообщается в антимонопольную службу. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Из огня спасли двух человек. Сегодня произошел пожар в реконструируемом здании Камэнергопромстроя. Сообщение спасатели получили в 13.45. В это время на крыше семиэтажного здания находилось двое рабочих. Они проводили ремонтные работы. С помощью автолестницы их спустили вниз. Возгорание локализовали, на это потребовалось меньше 10 минут. Выяснилось, что на первом этаже горел пенопласт. Причина пожара выясняется. Смотрите наши новости в социальных сетях в группе НТР ВКонтакте. В 19.00 начинается прямая трансляция. Попасть на одну из наших страничек можно через QR-код, который сейчас виден на ваших экранах. Еще больше новостей на сайте НТР24.ру. Там же можно смотреть наш канал круглосуточно. Долгожданный ремонт радовал недолго. Сейчас краска со стены падает, прям как листья с деревьев осенью. С такой неприятной ситуацией столкнулись жители пятого подъезда в доме номер 66Б по проспекту Химиков. Негодованию людей нет предела. Подробнее в сюжете Александра Халина. Вот такой ремонт у нас в подъезде был. Ремонт был в 2020 году. Краска на стенах уже вся потрескалась, куски падают на пол. Глядя на все это, прям слезы наворачиваются, говорит Гульсина Муртазина. Специалистов здесь ждали очень долго, но от их работы в итоге осталось одно разочарование. Я не думала, что о такой ситуации будет. Работали они вроде бы нормально, вот местами, вот местами нормально, а местами вот такой ситуации, ничего не могу сказать. Кстати, специалисты не только напортачили с качеством. Во время работ была постоянная грязь. Сотрудники то приходили, то куда-то снова исчезали. В общем, ремонт делали очень долго, говорят люди. Кстати, ждали его жители еще дольше, больше 20 лет. Некачественный ремонт. И теперь следующий ремонт, и мы не знаем, когда будем ждать. Сначала они делали ремонт, говорили, что должники были. У нас один должник был. Потом вроде должников не стало, сделали. В трех подъездах сделали, наших не стали делать. Справедливости ради, мы побывали и в других подъездах этого дома. В целом ситуация лучше, но в некоторых местах краска от стен тоже отходит. Люди имеют право потребовать и справить все огрехи. С момента ремонта дом находится на гарантии в течение пяти лет. Собственники должны обратиться непосредственно в свою управляющую компанию. А управляющая компания, в свою очередь, должна обратиться в фонд капитального ремонта, так называемый региональный оператор, с целью устранения тех нарушений, которые произошли в течение данного периода времени. Нам удалось узнать, кто занимался ремонтом подъезда. Это сотрудники дома управления ЖУ-17. В 2019 году выполнялся наша организация, ЖУ-17. Это был текущий ремонт подъезда капитального характера. То, что там краска отлупилась, трещина пошла, это мы в курсе. Мы сейчас в летний период зайдем, вот эти места, где отколупливаются вот эти краски, все это исправим. Но это все, как говорится, только слова. Жителям лучше подстраховаться и закрепить свою жалобу документально. Для этого все-таки необходимо письменно обратиться в управляющую компанию. Александр Халин, Евгений Лызаев, Новости НТР. Айдар Медшин попросил президента Татарстана поддержать новый проект. На итоговой коллегии Министерства цифрового развития Республики Татарстан мэр Нижнекамска презентовал единый центр управления городом в сфере ЖКХ. Пробная версия уже была запущена в ноябре прошлого года на базе двух управляющих компаний. Функционал системы пока ограничен, но в будущем он позволит ускорить обработку обращений граждан, систематизировать работу всех служб, повысить качество предоставляемых коммунальных услуг. Аналогичная система успешно работает в Москве. Нижнекамские специалисты ознакомились с опытом работы столичных коллег. Сейчас для полноценного запуска проекта нужна только поддержка республики. Даже наш небольшой практический опыт показывает, что создание единого центра управления позволяет выстроить более эффективную систему взаимодействия и контроля. А внедрение цифровых технологий делает сферу ЖКХ прозрачной и снижает влияние человеческого капитала. Наши телекомпании и Росфонд продолжают совместный проект помощи тяжело больным детям. Сегодня история четырехмесячного Алёша Прилуцкого. У мальчика синдром короткой кишки. Требуется индивидуальное оборудование, расходные материалы и ингредиенты для парентерального питания. Включаемся каждый день на парентеральное питание. Алёше четыре месяца, но самостоятельно кушать он начал лишь недавно. Основное его питание – жиры, глюкоза и аминокислоты – идут через капельницу. Диагноз – синдром короткой кишки – врачи поставили мужу сразу после рождения. Конечно, мы люди уже взрослые, поэтому сразу же, наверное, включили мозги и понимали, что мы должны с этим справиться. Но шоковое состояние до сих пор преобладает, если честно. Не хочется с этим мириться, но мы будем бороться за малыша, конечно. И малыш будет бороться за себя однозначно. Большую часть своей жизни маленький Алёша провёл в больнице. Кишечник самостоятельно не работал. Сейчас также питается он и дома. Через капельницу по 13 часов в сутки. Малыш уже перенёс несколько операций. Осталось последнее, самое важное. Ребёнок самостоятельно не опражнялся. Выведена следующая кишочка. На брюшную часть животика выведена кишочка. И вот эта реконструкционная операция должна быть под закрытой этой кишочкой, чтобы ребёнок уже самостоятельно, как мы все. Врачи говорят, каждому требуется индивидуальный подход, ведь течение болезни предсказать невозможно. Для нормального роста и развития ребёнка ребёнок получает парентеральное питание через спортсистему. И для успешного проведения необходимо полное обеспечение этими растворами и расходными материалами. Такая помощь ребёнку очень необходима. Сейчас для Алёши требуется индивидуальное оборудование, расходные материалы и ингредиенты для парентерального питания. Это обойдётся почти миллион триста тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Помочь можем мы с вами, как помогли уже тысячам детей, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщений 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Если у вас есть новость, важная или интересная информация, ждём ваших звонков на номер 40 07 70. Напишите нам через сайт ntrdefis24.ru или по WhatsApp на номер 8 917 93 73 077. Первый в этом году сход граждан прошёл в Афанасовском сельском поселении. Местный дом культуры заполнился полностью. В то же время вопросов Айдару Медшину, которые поступали из зала в письменном виде, было немного. На встречи побывал Алмаз Кашаев. Это единственный выезд из села Большое Афанасово. В часы пик здесь собираются большое количество машин. Водители пытаются втиснуться в общий поток, чтобы уехать. Сельчане просят установить здесь светофор. Проблема особенно остро возникает летом, когда люди ежедневно выезжают за город на дачи. На выезде стоят часами. На работу утром уехать вовремя не получается. Сельчанам приходится либо выезжать заблаговременно, либо извиняться за опоздание. Вопрос подняли на первом в этом году сходе граждан в Афанасовском сельском поселении. Проблема в ходе вечера была озвучена несколько раз. Я прошу, Александр Ильич, взять этот вопрос и с Трофисом Гамдуловичем в течение короткого промежутка времени отработать этот вопрос и дать проработанный, взвешенный, конструктивный ответ. В ГИБДД говорят, что после установки светофора на выезде из Большого Афанасова заторов станет только больше. Кольцо будет постоянно заполняться, что опять-таки увеличивает риск роста ДТП. В любом случае, сейчас изыскиваются пути решения этого вопроса. На этом же участке планируется обустройство автобусной остановки. Над проектом уже работают. Там надо тоже со специалистом ГИБДД определить, нужна ли там разгонная полоса. А если это так, то это, скажем, и в затратах, и в работе больше. На сходе граждан Афанасовского сельского поселения собрался полный зал. Также людей беспокоил вопрос с вывозом мусора. В некоторых участках села эти услуги региональным операторам Гринта не исполняются. Но счета приходят. Этот вопрос тоже на контроле. Уже есть договоренность с руководством фирмы, согласно которой сельчанам будут приходить счета только за фактически вывезенный мусор. Алмазка Шефа, Хри Исламов, Новости НТР. В политехническом колледже стартовал региональный этап WorldSkills среди юниоров. В компетенции – водные технологии. Девятиклассники из разных школ города борются за право представить Нижнекамск на девятом национальном этапе, который пройдет летом в Башкирии. Эти ребята являются первооткрывателями, поскольку в Татарстане в чемпионате подобного уровня школьники впервые состязаются в этом направлении. Ребята в течение трех дней должны выполнить шесть заданий. Провести химический анализ воды, с нуля собрать водонапорную башню и настроить на правильную работу песчаную конструкцию. Все должно работать без погрешностей. Ну а после выполнить задания в виртуальном цеху. Результаты мы узнаем в пятницу вечером. И, соответственно, победитель у нас поедет на девятый национальный чемпионат России. Репрезентация разума. Именно так называется выставка, которая открылась в библиотеке «Заман». Автор полотен – Кристиан Апостол. От посетителей нет отбоя. Посмотреть на работы мастера приходят школьники, студенты и пенсионеры. Зрителям предлагают дать название каждому произведению и понять замысел художника самостоятельно. Современный креативный художник умеет удивить публику. Разгадать замысел автора, понять идею каждого произведения не так-то просто. Но Кристиан Апостол дает наводку зрителю. Все 25 полотен он написал во время самоизоляции. Первая картина носит название «Выходной» до 30 апреля. Правда, сейчас она находится на экспозиции в Санкт-Петербурге. На картине были изображены все те моменты, которые происходили. То, что паника, люди закупают гречку, туалетную бумагу. Все вещи первой необходимости. И также были изображены звезды группы «Литл Биг», которая, к сожалению, не смогла поехать за границей и представить Российное Евровидение. Их изобразил. Нижнекамская выставка пользуется популярностью. Сюда приходят школьники, студенты и нижнекамцы постарше. Всем предлагают разгадать замысел автора и дать название каждому полотну. Получается, это не у всех. Дети обращают внимание на все мелкие детали, которые нарисованы в картинах нашего гостя. И именно дети первые смогли раскрыть всю идею того, что представлено в его работах. Потому что, как Кристиан считает, дети способны смотреть намного глубже, чем все взрослые, которые приходят к нам и пытаются разгадать все-таки секрет его работ. Несмотря на, казалось бы, замысловатые сюжеты, яркие картины нравятся зрителям. От выставки они в восторге. В общем, такие прям эмоции бурные вызывают. Да. Цены прям такие яркие. То есть, что-то необычное такое, что вызывает такое восхищение, шок. Автор очень хочет услышать отзывы от каждого посетителя выставки. Именно эту цель преследовал Кристиан Апостол. Оценить работы эпатажного художника и попробовать разгадать смысл можете и вы. Выставка будет работать в библиотеке «Заман» до середины февраля. Вера Муратова, Булат Абдульманов, Новости НТР. Ежегодно в конце января по всему миру проходит акция «Международный день памяти жертв Холокоста». Присоединился к ней и Нижнекамск. В молодежном центре ковер зажгли шесть свечей в память о шести миллионах погибших. Их память почтили минутой молчания. После этого студенты посмотрели фильм «Мальчик в полосатой пижаме», который как нельзя лучше раскрывает весь трагизм истории. Я напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 0770 с помощью сайта ntrdefis24.ru или через мессенджер ватсап по номеру 8 917 93 73 077. Далее вас ждут новости спорта. Не переключайтесь. Тяжело в учении, легко в бою. У футболистов «Нефтехимика» продолжаются сборы в Турции. 21 спасение и итоговая победа. Ярослав Азолин помог ЦСКА ВВС одержать победу. Будет жарко. Стали известны еще четыре пары бойцов, которые выступят на фестивале боевых искусств. Подробнее об этом смотрите сразу после рекламы. Продолжение следует... МКУ Управление земельных и имущественных отношений НМР РТ информирует об изменении с 1 января 2021 года реквизитов по оплате платежей на земельные участки и муниципальное имущество. Для корректной оплаты просим арендаторов обратиться в МКУ УЗИО НМР РТ по улице Школьный бульвар 2А. Потолкуем? Заказывай потолок у нас. Потолкуем НК. Быстро, качественно, со вкусом. И главное, недорого. Потолкуем НК. Пенсионерам скидки. Всем заказчикам подарки. Идеальный потолок сохранит ваш кошелек. Потолкуем НК. В стоматологической клинике «Комфорт» по адресу Шинников 54 установка одного импланта от 15 тысяч рублей. Запись по телефону 393-393. Требуется консультация специалиста. С 1 по 5 февраля прием ведет кандидат медицинских наук Бегалиев Бегмахамат. 8909-313-4809. Сдаются в аренду открытые бетонированные охраняемые площади, офисные и производственные помещения. База в 36 микрорайоне. База Ахтубинская 12А. База на БСИ. Офисные площади. Остановка Этилен. Телефон 38-3274. А в магазинах «Светофор» тушка кальмара свежемороженая 139,90 за килограмм. «Светофор» Большое Афанасово Молодежное 22Б. Нижнекамск Ахтубинская 22. Поговорим о спорте. Футболисты «Нефтехимика» продолжают подготовку к возобновляющимся в феврале Олимп первенству ФНЛ. Напомним, наша команда сейчас находится на сборах в Турции. Подопечные Кирилла Новикова тренируются в двухразовом режиме. Команда уже приступила к беговым упражнениям. Ежедневно над физической силой и укреплением всех групп мышц футболисты работают в тренажерном зале. Занятием руководит австрийский специалист Вольф Шкрибл. Также с командой уже тренируются и два новичка – Роман Денисов и Никита Калугин. Кстати, последний уже выбрал себе номер. Выступать в нашей команде он будет под номером 44. Также в эти минуты нижнекамский коллектив проводит товарищеский матч против сербского клуба «Вождовац». Более подробно об этой встрече расскажем уже завтра. Накануне свой очередной матч провел клуб-партнер нижнекамского нефтехимика «Самарский ЦСКА ВВС». Дома летчики сыграли против «Динамо» Московская область. Во встрече приняли участие два игрока нефтехимика – нападающий Михаил Бякин и вратарь Ярослав Азолин. Форвард нашей команды набранными очками не отметился. Он закончил матч с коэффициентом полезности минус один. Что касается Ярослава Азолина, то для него матч сложился более удачно. По ходу встречи он отразил 21 бросок, пропустил дважды, но при этом его команда смогла одержать победу со счета 4-2. Продолжаем знакомить вас с участниками предстоящего фестиваля боевых искусств. Напомним, показательные выступления пройдут в Нижнекамске 7 февраля. В этот вечер в октагон выйдут представители ММА. Зрителей ждет четыре захватывающих поединка. Два среди профессионалов и два между любителями. Откроют поединки более опытные спортсмены. Сергей Яковлев из Казани сразится против Артема Байдулина из Екатеринбурга. Следующими в октагоне появятся казанец Руслан Хисамаддинов и Эрнест Садыков из Перми. Нижнекамцы выступят во второй части среди любителей. Максим Кириллов встретится со спортсменом из столицы Татарстана Мавлабеком Юлдашевым. Завершит поединки по ММА в бой Алексея Панферова и Решата Авезова. Это все новости на сегодня. Смотрите далее на канале НТР прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы. В пятницу 29 января в Нижнекамске и Синопске прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Температура воздуха днем составит минус 4 градуса. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. В субботу погода останется без существенных изменений. Субботу погода.